Экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Держал на цепи. Начинаем с информации о преступлении, совершенном в райцентре Маслянина Новосибирской области. Там минувшие весной собутыльники разрабатывали план финансового обогащения. Один из участников застолья захотел оформить второго индивидуальным предпринимателем, но тот отказался. Разозлившись, селянин избил приятеля и посадил в погреб. Правда, через некоторое время, решив, что это негуманно, вызволил пленника и приковал к батарее в комнате. А сам отключился из-за большого количества выпитого спиртного. Потерпевший освободил себя от цепи и убежал. Проснувшись, обвиняемый обнаружил, что потерпевшего нет, однако у него остался его телефон, который обвиняемый решил сдать в ломбард. Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу. Предстанет перед судом и новосибирец, который забил до смерти свою супругу. Это случилось летом в Калининском районе Новосибирска. Драка с благоверной попала в объектив уличной камеры наблюдения. 46-летняя Виктория исчезла 18 августа в выходные. Она должна была поехать к родным в деревню, но внезапно перестала выходить на связь. Взрослые дочери женщины забили тревогу и попытались выяснить отчима, где мать. Когда выразумительного ответа не последовало, девушки начали собственное расследование. Нашли это жуткое видео с камеры наблюдения и обратились в правоохранительные органы. Полицейскими был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины. Сотрудники полиции отсмотрели и проанализировали записи с камер уличного видеонаблюдения, опросили соседей и ближайший круг общения разыскиваемой. В результате сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 4 Калининский управлением ВД России по городу Новосибирску установили причастность к исчезновению женщины, ее 47-летнего супруга. На допросах в СК Дмитрий Фомченко во всем сознался, а во время следственного эксперимента показал место, где спрятал тело убитой. Ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления и по решению суда поместили в изолятор. По данным следствия, в ночное время 18 августа этого года обвиняемый, находясь в одном из парков Калининского района города Новосибирска, распивал спиртное вместе с супругой. По дороге домой между ними возникла ссора. Мужчина на почве ревности нанес женщине руками и ногами, а затем ножом множественные удары в жизненно важные органы. Обнаружив утром, что женщина скончалась, он вынес ее тело на балкон и покинул место жительства. На несколько дней злоумышленник залег на дно, затем вернулся в съемную квартиру, на садовой тележке вывез тело погибшей в парк рядом с домом и сбросил в овраг. По словам родных, Виктория познакомилась с Дмитрием в интернете около пяти лет назад. После регистрации брака муж с темным прошлым взял ее фамилию. По словам дочери, Виктория плакала по ночам и собиралась подавать на развод, но в какой-то момент поддалась на уговоры супруга. Примирение стало для нее роковым. Он работал не больше двух месяцев везде. Наркоманил. Мама говорила, что он ее никогда не бил. А вот вчера нам девочки с ее общаги, где они раньше жили, говорили, что это не раз было, что она в крови выбегала, лежала там почти без сознания, что она ее сбивала. Она жила у нас дней 10, наверное, вещи все перенесла к нам. Потом вернулась и постоянно говорю, вещи не буду забирать. В криминальной биографии мужчины уже несколько судимостей. На этот раз ему инкриминируют умышленное убийство. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска. Грозит душегубу до 15 лет тюрьмы. Наговорил на статью интернет активный пенсионер из Новосибирска. Оказался под следствием из-за своих высказываний в публичном пространстве и репостов запрещенной символики. Наши коллеги, журналисты Мэш Сибирь, получили видеозапись первого допроса фигуранта силовиками. Дальше. Вот это за родину? Дальше. Ну, вы считаете, что это родина? Свастика. Это я против евреев. Я понимаю, но вы свастику для чего выкладываете? Ну, для чего? Вы же взрослый человек. В ваших материалах имеются признаки части 2 статьи 280-й. Призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это вы можете... Абсолютно никаких. Вы что? Это, может быть, вы так понимаете. Специалисты посчитали, за три года так называемый диванный эксперт разместил в соцсетях 33 тысячи постов, ратуя за нацизм, насилие и свержение власти. За такую сомнительную коллекцию теперь придется держать ответ. Приговорили к реальному сроку и взяли под стражу в зале суда. Директор компании Интерком, строивший жилой комплекс в Речкуновской зоне отдыха, выслушал решение Фемиды. ЖК Сибиряк возводили в живописном месте, прямо на берегу Бердского залива. В течение нескольких лет застройщик продавал квадратные метры по договорам долевого участия. Четыре дома удалось сдать, пятый превратился в долгострой. Обвинение в хищении денег несостоявшихся новоселов следователи предъявили 42-летнему руководителю организации Олегу Олейникову. В итоге суд признал его виновным в многомиллионном мошенничестве и причинении путем обмана имущественного ущерба подрядной организации, за услуги которой фигурант обещал рассчитаться квартирой. По уголовному делу потерпевшим признано 45 лиц. Ущерб по делу составил свыше 220 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному по совокупности преступлений три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Исковые требования потерпевших удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил. Новосибирские дрессировщики, супруги Герасимовой, у которых волонтеры забрали цирковых медведей, а также собак и кошек, теперь через суд пытаются вернуть животных. Зоозащитники категорически против. Когда они нашли этот шапито в заброшенном ангаре под Новосибирском, звери были на грани смерти. Поступил сигнал, что на улице производственной садовой, что в этом здании находятся животные. Из цирка, и вроде как там обращение жестокое с животными в плохих условиях. Там вроде за целлофаном медведи. Вот спит медвежонок. Воды нет, да? Нет у него ни воды, ни еды. Маленький такой. Вот здесь вот хранятся собачки, коли собачки. Пять бурых медведей, кошки и собаки оказались настолько истощены, что некоторые животные не могли встать на лапы. Когда-то они были цирковыми артистами, но у дрессировщиков Герасимовых настала черная полоса. Зверей они закрыли в заброшенном ангаре на окраине поселка и навещали по возможности. Говорят хозяева, на эту ораву приносили пару бутылей воды и немного хлеба. Медведи настолько хотели кушать, что стоял такой истошный вой, когда заходили в помещение, что мимо этой истории невозможно было пройти уже. Мы поняли, что либо мы беремся, либо мы не сможем спать спокойно. Волонтеры навели порядок, накормили пленников в Шапито и занялись пристройством животных. Сейчас у всех зверей, говорят, жизнь наладилась, но дрессировщики без боя не сдаются. Их иск планируют рассмотреть в суде в начале декабря. И последняя позарилась на забытый попутчикам гаджет. Транспортные полицейские раскрыли кражу мобильного телефона у пассажира электропоезда. Я вам схематично покажу электропоезд. На схеме сможете показать, где сидели? Ну да, где-то 3-4-й. И вот он прям, я как села, и вот так вот он лежал на телефон. Сам инцидент случился еще в конце мая. Все это время 34-летняя жительница Черепановского района Новосибирской области хранила чужой телефон у себя. Но потом не сдержалась и сдала трубку в ломбард. А когда уже новый владелец начал активно пользоваться средством связи, его запеленговали правоохранители. Тогда и распуталась вся цепочка. Теперь за совершенное деяние придется отвечать. И на этом пока все. Если вы сняли видео происшествия или преступления, присылайте его нам на редакционный WhatsApp номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok